Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на божестве знакомиться с дополнением Gathering Storm к Sidmer's Civilization 6. Играю за Османскую Империю на карте Континенты, на огромной карте на 18 цивилизаций, так что будет интересно. Уже было интересно, уже тут скифы выносят персов, и я всячески боюсь, что потом они примутся за меня. Да, тут вон, походу, тут сейчас столица падает у персов, у них всего 99 военная мощь, в то время как у скифов 900, то есть в 10 раз сильнее. У меня 155, и я думаю, что мне надо начинать строить коляски. Мне надо поставить... А, слушайте, а где эта карточка на коляске? Она раньше была... Стоп, она, по-моему, где-то раньше тут была. Куда делась карточка на коляске военных лагерей? А, нет, юниты кавалерии античности, вот оно есть. А почему-то я тут не вижу. Антикавалерийский... А, нет, все вижу, я просто слепой, как всегда. Давайте не госслужбу откроем, а мистицизм. Так, мне некуда тут отправлять. Ну вот, андонарим и нанмадол я нашел первым. Так что, очень неплохо. Инженерное дело, озарение и кампус создать. А инженерное дело, это у нас что? Это древние стены. О, как раз у Антона на риву получу. Нет, давайте откроем мистицизм, поставим карточку на коляске. И... В очередь добавляем, собственно, коляски. Четыре пода. Тут центр коммерции, но... Тем не менее. Так, они... Так, центр коммерции завершен. Пока рынок. Просто, ну, нету смысла сейчас стоить коляски, пока не открыто. Блин, забываю, как тут работает дебильно все-таки очередь. Не смогли они все хорошо сделать. Ну, потому что... Не менее... Очередь должна работать без вот нажимания сюда. Я должен нажать на shift. И очередь... И очередь добавится должно. Ну, а вот у Фераксис какое-то другое представление о том, как работает очень. Хотя... Всегда во всех их играх именно так работало, через shift. Так, ну, пока все. Пока этих юнитов достаточно. Остался тут... Вот, юнит разведчиков. С кошечками, я так понимаю, будет. О, кисы какие. Так, ну, и куда побежим? Вот вопрос, через скифов сюда? Или туда, золусов? Я бы, наверное, сюда пошел. Хочу найти каких-нибудь соседов... Соседей скифов, чтобы... С ними... Можно было... Можно было... Какие-то совместные нападения делать хотя бы. Так, трапзон не растет. Конья не растет. Построили новый район. Так, мне не хватает... Шесть ходов осталось, не хватает четыре очка. Три очка я точно получу, апнув меч... Ну, дуболомов в мечник. Давайте, может, я это сразу сделаю, чтобы... Сорок... Десять единиц железа требуется. Опа. А, смотрите, тут... Тут есть какой-то предел от накопления. Хорошо, а если я апаю? Странно, было написано... Десять единиц железа я использую. Требуется десять единиц железа. Я использовал почему-то шесть. Как это работает вообще? Одно очко? Блин, а где мне три очка тогда получить? Ё-моё. Так, мне шесть ходов. И мне надо три очка эпохи каким-то образом получить. Во-первых... Ну, район. Восемь ходов. Ну, хрен я его построю. Вот район достроится. Будет одно очко. Какой-нибудь великого человека? Нет. Ну, тут, кстати, район будет... Тут какой-то... Слушайте, эта гавань будет с хорошим бонусом. Я думаю, что тут за нее мне дадут как раз три очка. Так что... Расслабимся. Так, у нас тут по культуре, да, мистицизм. Я хочу, значит, поменять карточку на... На кавалерию. Блин. Что ж персток сложился, как карточный домик? С уникальным юнитом причем. Причем всего-то какими-то всадниками. Нет. Столица захвачена, да? О, Тамар. Вот еще где мне очки можно взять. Повстречать. Слушайте, так я из новых... Из новых только с Дедоной встретился. О, смотрите, у Грузии какой цвет. Такой приятный, салативенький. Мистикизм – это ошибка из-за ошибки. Так, значит, меняем здесь, ставим... Кавалерию. И пока все. Пока все. Тамару встретили. Плюс один счет к эпохе. Ну, должно хватить. Должно хватить. Еще эта гавань. Дальше открываем. Госслужбу. Небосоюз с Ацтеком. Так, Магнус тут сел. Давайте вырубать лес. А эти камни на холме? На холме. Тогда тоже их можно вырубить. Инженерное дело продвинулось и получили посла в Нанмадол. Так. Давайте тут очередь. Может, военный лагерь против скифов поставить? Вот сюда. Конечно, кампус. В этом месте был бы очень неплохой кампус. На самом деле. Давайте пока тогда этих колясок в очередь. А что, одинаковые юниты в очередь не ставятся? Ну-ка. А, я очередь не открыл. Так, стояночка. Все, забываю. Ну, это тупое ограничение. Конечно. А сколько будет требоваться этому юниту? Требуется 20 лошадей. Но метод... Знаете что? Наверное, это говорится для обычной стандартной скорости. Опять они не отскалировали. То есть, видимо, здесь будет не 20 лошадей, а 10 лошадей требоваться. Ну, или там 11. Потому что вот тут требовалось для мечников... Для мечников... Нет, 20 железа. Нет. То есть, в технологиях написано для стандартной скорости. Здесь пишется для сетевой скорости 10 железа. А я потратил почему-то 6. Если кто разобрался уже с этой фигней, то напишите в комментариях, пожалуйста, почему я трачу 6. Ну, тут я когда этого мечника апнул, я потратил 6 железа. Что-то мне это непонятно. Да, и военный лагерь, наверное, вот тут. Я сейчас вырублю вот этот лес. Еще одна. Сюда пойду и тут военный лагерь поставлю. Так, пока сохраняем послов. Я хочу найти желтую ГГшку. Очень я хочу ее найти. Иначе у меня с деньгами будет туговато. Как всегда. Перемещение в шестой цели уровня божество. Какой-то маленький островок, опять же. Ну, вот тут явно можно город поставить. О, как ацтек. Зароастризм-то распространять. Дайте вообще глянем 15 городов. Ну, вообще серьезно так, зароастризм. Ломан, ну, православие тоже есть 11. Да, из новых, из новых наций я встретил только Дидону, блин. Финики, финикийцев и все. Что за фигня? Где народ? Так, строители. Знаете, что, наверное, строителей тоже надо убрать и делать, поставить просто производство. Наверное. Ну, тут еще такая вот эта пустыня, еще скифы может через нее попрутся куда. О. Влияние хочет. Дайте 5. Ну, слушайте, его, наверное, скоро уже вынесут. Или дать ему эти ресурсы. Ладно, давайте дадим. Влияние все-таки капает. А что там с дипломатией? Где вообще дипломатию посмотреть? Вот прошлый конгресс прошел. Наемники ускорили. 77 военная мощь, 923 военная мощь. Блин. Военная мощь, конечно, скифов меня очень фугает. Вообще, какой-то мрак. Мрак мрачный. Да, пасаргады. Это стеклите не было сообщено, что захвачена столица. так, рейну надо. Я думаю, что рейну на начальника порта прокачаю. Это в золотом героическом веке очень неплохо будет. Бонус соседства от центра коммерции гамма не удваиваются. То есть здесь будет 8, например. Ну и производство соответственно 8. Так. Что-то я обе галеры туда пустил. Надо было наверное одну там через дидону хотя бы плавать. как-то так. Не, ну колясок надо настроить. Слушайте, а... То есть рыцари теперь тяжелая кавалерия. Смотрите. Раньше коляски апались в рыцарей. Теперь рыцари это тяжелая кавалерия и в них апаются всадники. А, нет. Нет, я не то строю. Мне всадников надо апать. Строить точнее. Так, подождите. А мне вообще без разницы, что открывать. Не, мне в рыцарей надо идти. 44, 5, перемещение. Тут 48, 4. Мне надо как раз в рыцаря идти. Надо открыть феодализм. Все, все правильно делали. Я уже, видите, поперепутывал все. Но всадники теперь апаются в летучий отряд. А вот летучий отряд в кавалерию потом или как? А, вот тут добавили новую. То есть добавили новую ступень для всех юнитов. Значит, коляски теперь апаются не рыцари-танки, а рыцари, то есть коляски, рыцари, киросиры, танки. Всадники теперь апаются не в кавалерию, а всадники апаются в всадники, летучий отряд, кавалерия, вертолеты. Так, что тогда для наземных юнитов? Тоже должны быть какие-то итерации? Для дуболома, дуболомы-мечники, потом мечники идут в мушкетеров, а тут ничего не добавим. Мушкетеры, пехотинцы, но все-таки все как и было. Я понял, а копейщики, пикинеры, потом стрельцы, пикинеры, потом ПТ-команда, да, все как и было. Хорошо, а еще стрелковые юниты проверим, арбалетчики, полевые, да, все как и было. То есть, только добавлено для наземных юнитов. Окей, я понял. Слушайте, так мне надо еще и дуболомов побольше, вот и в янычар выйти, это смотрите. Если я могу в них апаться, это ж круто. А для меня военную инженерию надо открыть. Сильнее и дешевле, то есть апаться будет намного дешевле. Ладно, в любом случае, пока надо идти в рыцарей, феодализм, шесть ферм, строим коляски пока. Так, с тремя идем. Я думаю, что успею я выйти в рыцарей к тому моменту, как скифы решат на меня нападать. Ну и будем использовать великую турецкую бомбарду. Нифига мне. Давай ты лучше поменяем леса на хлопок. Я все-таки не понимаю, где тут вот затемнено, то есть я думал, что затемнено, это не хотят торговать, а тут вроде как торгуют. Или это означает, что этот ресурс есть? Откуда у меня леса, правда, я не получал лесу, давайте глянем. О, стеки уже торгуют с золусами, только воевали и теперь уже торгуют. Нет, вот Миха, я только от Грузии получаю. Что-то у них там опять они странно сделали. Так, вот тут военный лагерь я хочу сделать. Из Эдирны бегал в Стамбул. Да, продолжим. Так, до три хода. Ну, я считаю, что меня должны за эту гавань дать много очков. Если не дадут, это, конечно, будет фейл. Да, неужели у Перса один город остался? Не, два. Еще Экботана где-то. Наверное, тут Экботана и Гордиан. Все. Что у нас по силе? 237. Давайте наращивать. Очень мне скифы не нравятся. Я не обещал отвезти войска, блин. Там выбор, я вообще хреняю, выбор. Либо объявить войну, либо мы просто проходим мимо. Ну, когда они это поправят? Это каждый раз. Я нахожусь вообще на своей территории. Охренели полностью. Фераксис, что за хрень? Почини игру. уже в дополнение все то же самое, что и было. Мне за этот, за эту гавань должны кучу очков отсыпать. Давайте, щедрой рукой. Насыпаем очки. Насыпаем. Насыпаем очки. да, отлично. Видите, Стамбул пахнет рыбой и морской солью. Все как в реале. Смотрите, где карфаген. неправильно вы карфаген ставите, батенька. Не там он должен быть. Так, вырубаем и ставим тут военный лагерь. Не, если скиф пойдет на меня, то он будет, ей будет очень тяжело. Вообще, я думаю, что я сейчас пойду на скифов. Не сейчас, конечно, надо стриме, феодализм, вот это вот все. Сейчас я выйду в Золотой Век, кучу ферм, чтобы феодализм ускорить. Я сейчас не буду открывать до конца. Кучу работников. Давайте эту галеру обратно отправлю и вот сюда куда-нибудь плыть. Не надо две. А, вот и маскат, ей. Так, надо быстренько что-то открыть, чтобы туда посла отправить. Военную подготовку или религию? Все улучшения на ресурсах лошадей дают дополнительно один ресурс в ход. Так, на минуточку, давайте военную подготовку откроем. Тем более сейчас я и ускорю военным лагерем один ход строиться. Бонусы и устремления. А, вот у меня еще какие. Почему у меня так низко лояльность? Я же был в темном веке, а Тамерис в нормальном веке. Торговый путь. Но торговый путь маскат я не проложу, конечно. А вот первого посла а прожевший маскат еще дает еще и довольство в городах с центром коммерции. О, я маскат хочу вообще засюзеренить, я думаю. Наконец-то нашли город. Так, ну, все прям здорово. Давайте тут продолжим дальше в очереди тяжелые колесницы. здесь тоже так сделаем. Здесь рынок пускай достраивается. Здесь тяжелые колесницы. Все, нормально. ну, и мне, конечно, бы эти вас 1 юниты какие-то. Что за звуки? Античная республика у ацтеков. я правительственную площадь до сих пор не построю. Ну, я понимаю, почему, потому что мне есть чем заняться. Математика продвинулась. И военная подготовка. Ага, не хватило мне все-таки постройки военного лагеря для продвинутой военной подготовки, но сейчас оно откроется. Давайте, наверное, дальше службу пока пойду. Там стремя открывается. Еще один бонус устремления где-то а, ну, давай на лагерь построил. Скифы, понимаешь? Не боюсь я никаких скифов. Я сам кому угодно самый настоящий скиф. Но политический район, конечно, надо. Зал приемов. Видите какая нехватка по жилью, по росту. Вот это вот все. Так, что тут с силой? 293 тысяча тридцать три. Боже. Откуда это? Ну, я понимаю откуда, потому что скифы, у скифов же это способность. за каждый ну, там, по-моему, стреляющий юнит. А, дополнительный юнит легкой кавалерии, да. То есть, он строит всадников и дополнительного всадника получает сразу. ну, если я думаю выйду в рыцаря, то этих всадников ну, блин, у него, видите, еще и летучие отряды, он их тоже может строить кучу. Да. Я не знаю, как еще со скифом можно совладать. то есть, просто куча юнитов. Куча. еще и деньги есть, между прочим. О, 18 золота в ход, при том, что у него куча денег, а, куча юнитов. Это вообще честно? По-моему, нет. Что там по науке? Тамара 41, у меня 21, 32, ну, Кира понятно, а по культуре 38. Ну, у меня, кстати, неплохо по культуре, в основном за счет того, что я вот эти города-государства встретил и пантеон взял на культуру здесь. Ну, нет, еще и производство неплохое в городах. Коммерческие районы стоят. В общем, у него все неплохо. Все у него неплохо. Еще ни одного великого человека не получил. Героический век средневековья. Героический у Тамары, золотой у Тамирис и Дидоны, и темные века у Перса и Ацтека. Вольно дурство. Тут, по-моему, ничего не меняется. Здесь, значит, строителей производства. Юниты кавалерии оставляем. Интересно, а вот это предел накопления, он как-то меняется вообще? Вот мне это нету смысла ставить, потому что у меня и так все накоплено выше крыши. Ну что, первый посол пока сделаем. кампусов у меня нету. К жилью с двумя районами в принципе можно. Ладно, давайте сначала первый посол и отправляем в маскат. Всех в маскат. Ладно, четверых пока. Я хочу стать сюзереном, он счастье дает. Брат, с другой стороны мне жилья не хватает, а несчастье. О! Захватило город Балх. Надо ли нам что-то предлагать? Я, пожалуй, не буду. Опа, буря была. Вот тут где-то буря была. песчаная. Упсунурская котловина. Да, интересный, конечно, цвет у грузин теперь. Белый мне все-таки больше нравился. Ну, видимо, белый будет просто путаться турки и... Ну, турок такой же цвет, как и в пятый, между прочим. Один в один. Арма, новое задание. Из-за вдохновения для теологии. Это я вряд ли сделаю. Теология, это надо религию основать, да? А, вот где у нас активных эффектов нет, результат прошлой серии сессии ничего не было. Ничего не было. Так, ацтек тут религию может он что-нибудь добавил к ней нормальное? Нет, нифига. Ничего не добавил. Жаль. Очень, очень жаль. Так, здесь ну, надо рабочих на самом деле покупать. За религию вряд ли получится 50. да, у меня не так много религий, поэтому давайте за деньги. 105. Улян прокачка рабочих. То есть пока они 4 действия делают. Наверное, я могу и пирамиды еще построить. 17 ходов. 18 долговато. Финьки античная республика. Только сейчас почему-то. Ну, до 10 я население города не доведу, госслужбу я не ускорю. Я бы с Ацтеком с большим удовольствием союз заключил. Правда, я ни одного города его не вижу. О! кто-то кто-то все-таки выдвинул это предложение. Но, кстати, не пишут кто. Может начать? Может принять это? плюс пять к лечению если я победю. У меня что-то сомнение, что я за 20 ходов успею балл отбить. Юнит цели минус два к боевой мощи против меня получает, а у нас плюс один к перемещению на его территории. Ну, давайте попробуем, господи, ну. А, еще это стоит сколько-то. Ладно, пробуем. А, тут все подали? Не принято. Ха! пять против, два за. Ну-ка. За Сулейман против неизвестный игрок, неизвестный игрок. Кир за. Неизвестный утомились два голоса даже. А, интересно. Ну, все, типа не прошло. Гильдии продвинулись по дворынка. домиками. давайте, наверное, купим. Или ... отсюда виктора конечно посадил но пока вообще правительственную площадь надо строить может в бурсе все-таки в очередь правительственную площадь поставим после лошадок и купим здесь караван правительственная площадь быстрее построился это все-таки дополнительные дополнительный губернатор так что у нас тут с наукой до 8 науки здесь 6 науки отлично здесь у нас две науки в общем немножко науку я получил даже неплохо получил так вырубим тропический лес наверное здесь стремя пока откладываем надо или подождите или построить эти фермы знаете вот здесь ферму построим треугольничком это три будет до 45 еще одна ферма нужно еще один рабочий коммерции в трап зоне достроился ну что тут наверное уже такой солидный до плюс 15 лояльность фу вытянул города за шкирку так ацтек мне нужно увидеть твои города это надо мы будем проплывание как ты это надо организовать что с погодой все еще пока ничего засуха поводок о вероятность поводка 37 процентов наверное это просто наверно просто накапливается со временем я так понимаю опять вау так мировая религия плюс 10 к боевой мощи все игроки могут осуждать юниты выбранные религии за что получают ладно а наемные войска это что вам представить решить как извлечь максимум пользы из возможностей предоставляемых всемирным конгрессом интересно а у меня отнялось тогда что это я против голосовал или нет стоимость производства и приобретения военных юнитов за валюту выбранного типа до следующего всемирного конгресса увеличена на сто процентов ну и какого типа а ведь я могу несколько голосов отправлять производства золота вера о как ну например за производство но это конечно не буду делать так как на голос отсюда убрать стоимость производства при военных минус снижена на 50 вот это давайте за производство попробуем стоимость производства во конечно это вот сетевой игре будет те вармонгеры которые думают часто подать они будут объединяться и голосовать чтобы за производство нужно проголосовать по всем представленным предложениям то есть по двум вот как убрать вот серьезно я вот добавляю сюда голос и не знаю как убрать теперь а я не могу здесь кстати я не могу против голосовать могу только за и одно из двух ну давайте иудаизм там меньше по-моему православие и зороастризм самые распространенные я же всегда за иудаизм в циве вы знаете все голосуем да ну и результат мировая религия принято наемные войска приняты я ни хрена не понял стоимость производства и приобретения военных юнитов за веру увеличена на сто процентов я вообще за другое голосовало как-то плюс 10 религиозной мощи за ислам ну-ка давайте смотреть я где я вообще вот я я голосовал за b3 а все остальные за один а тут еще вот производство производства я производства но большинство было вот именно общий вариантов немерено получается и здесь я иудаизм вариант а остальные там ислам да ну тут конечно мощно будет мощное разнообразие честно говоря это прикольно так есть бонус соседство гавани и коммерческой зоны нету похоже да давайте инсулы тогда поставим или строителей и строителей банка и верфи каждого рынка и маяка плюс два золота это я получаю и счастье получаю так но я думаю что мне этих лошадей выше опять мясо время открывается я же вроде откладывал уже давайте инженерное дело откуда надо бы конечно наемников открыть феодализм фермы надо больше ферм так давайте купим строителя таки и из бурсы на производство куда самое большое стамбул 5 ходов правительственная площадь так колясочки сюда ой тут какие-то варвары пришли к скифам эти не будем им мешать а вот чита границы причем я этих ребят не встретил еще так надо подойти так гавани тут построил можно удалять ну все нормально какой-то ход алясочка бежит надо наверное осадные юниты уже строить а я еще не открыл вот катапульту открою буду строить осадные юниты так ну на этом закончу серию опять же напоминаю пишите в комментариях что вы хотите увидеть в первую очередь я буду на это реагировать вот сейчас правда когда ваши города слишком близко перстя там скиф выносит это нехоть не заставляет нервничать вообще сейчас только выкладывается вторая серия по моему на канале когда я заканчиваю записывать эту блин вот это меня беспокоит вот эти его юниты скифские у меня рыцари посильнее инженерное дело открыли 5 феодализма пусть он сам игра сама выбирает а нет феодализм я выбрал такие эти пока морскую традицию будем открывать но на этом пока все спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока